Девушки отдыхают При участии Хуана Риба и Фернандо Кайл Композитор Даниэль Санчес де ла Эра Авторы сценария Мануэль Бальдивия, Чус Валеха, Цезар Видальджил, Кари Фернандес Автор идеи Чус Валеха, Цезар Видальджил Режиссер Гильермо Фернандес Гройзард Алый мыс Третья серия «Хороший человек» Наверное, тут выходит много пузырьков Это бывает нечасто Я тебя научу, как правильно пользоваться Хорошо До встречи Пока Как мы рано встали Да, я люблю пробежаться с утра пораньше Никак не успеваю с тобой встретиться Посмотрела расписание и следующая неделя у меня занята Извини Ты всегда бегаешь перед завтраком? Да Не хочешь искупаться? Вода тёплая Нет, я лучше в душ Тебе помочь? Ой-ой-ой Что? Может тебе страшно? Мне страшно? Нет Как-то прохладно стало Безумно хочу в душ А ты плавать-то умеешь? Конечно, умею Там есть медузы? Ладно, идём поплаваем Ты мне поможешь Давай Да Так? Да Может быть, лучше в другой день? У меня ещё много дел Ладно, признайся, что ты боишься И я отстану Ладно Там точно нет медуз? Пошли Гигант Пошли Ух ты! Это было здорово. Фантастически. Я не думала, что ты так далеко заплывешь. Почему? Мы должны узнать, когда я была здесь с родителями. Я не помню, чтобы мы когда-нибудь были вместе на пляже. Все из Кабаньяс и из города. Это не здесь. Я уверена, что играла с этим мальчиком. Уверена? Ну да. Я его помню. Это я. Смотри. Это фотография, о которой ты говорила. Это Хорхе Рисос. Хорхе Спагетти. Этого я не помню. И его тоже. Ты их помнишь? Это я. Это ты? Да. Что она хотела? Поговорить с Маркосом. Маркос. Это та пещера, в которую мы играли. А трупы нашли здесь, верно? Да, примерно в 50-60 метрах отсюда. Может быть, я приезжала ребенком и все видела? Это самый надежный вариант, Люсья. А3-я. А3-я. Ну, тяга. Руфея, эти видения появились у тебя, когда ты была здесь, в лесу? Еще до? Когда я сюда приехала... Хорошо. Я не совсем понимаю, для чего ты направилась в Алый мыс. Зачем тебе нужно было приезжать именно сюда? Я не знаю. Понятно, что ничего не понятно. Откуда ты могла узнать, что тебе нужно приехать именно сюда? Скажи, откуда ты могла об этом знать? Люсия, ты уверена, что больше ничего не помнишь? У меня в голове были только лица этих девушек. Одной чем-то заткнули рот. И она не могла дышать. Ее изнасиловали и потом задушили. Чувство боли было настолько сильное, что я подумала, что это происходит со мной. Мне стало... Очень страшно. Вторую очень сильно били по голове. Ей было так больно. Она хотела убежать. Но ее словно парализовало. Кто-нибудь был с ними, Люсия? Я не знаю. Ты должна была видеть что-то еще. Кто это был? Кто мог это совершить? Я не знаю. Я не помню. Пожалуйста, постарайся вспомнить любую деталь. Прошу вас, оставьте ее в покое. Боско, я решила пригласить на свадьбу ребят из института. Ты не против? Дорогая, по правде говоря, мне не кажется, что это хорошая идея. Это уже перебор. Боско. Это ты уехал накануне свадьбы, а не я. Может, будем стараться находить компромисс? Дорогая, я все понимаю, но это немного другие вещи. Эта свадьба только для нас с тобой. И больше не для кого. Боско, это всего восемь человек. Почему-то своих коллег ты пригласил в полном составе. Ладно, поговорим, когда ты успокоишься. Да я спокойна. Ты женишься? Я? Конечно, нет. В смысле... Да. Жениюсь. Я вас слушаю. Доктор Россас, вчера, когда мы виделись, у меня появилось чувство, что вы что-то хотели сказать. Я ничего не хотел. Не понимаю, с чего вы это взяли. Какие отношения связывают вас с Алехандро, отцом Люсии? В смысле? Вы о чем-то разговаривали. Мы не разговаривали. О том, что произошло восемь лет назад? Мы просто поделились мнением. Не помню о чем. Скорее всего, о состоянии Люсии. Просто он совсем не понимает медицину. Я ему объяснил, как лечу его дочь. Что-то мы не слышали, чтобы вы говорили о медицине. Послушайте, на что вы намекаете? Разве не у меня дома живет эта девочка? Разве мне от этого весело? Если у вас есть, что мне сказать, то прошу, говорите. Если нет, то извините, у меня дела. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Обслуживание в номерах. Привет. Что ты хочешь? Оторвать твою дурную башку. Как у тебя хватило смелости навести на меня копов. Пожалуйста, не делай мне больно. Мы с тобой разошлись. Я теперь тусуюсь с другой телкой. Какого хрена ты вспомнила мое имя? Зачем ты мне говоришь про другую? Потому что она в сто раз лучше тебя. Именно это ты хочешь? Засадить меня в тюрягу. Только это тебя волнует. Какого черта ты могла подумать, что я убил этих девочек? Я знала, ты не мог этого сделать. И что же тогда, принцесса? Такой черт, ты решил испоганить мне жизнь. Извини меня. Мне очень жаль. Нам же было хорошо с тобой. Нет, отпусти меня. Отпусти меня. Мы должны были закончить начале. Да? Все хорошо. Ты чувствуешь? Да? И. Ты чувствуешь? Конечно же я могу убить Убить это легко Только я не убийца Конечно же врач ничего не сделал Он даже и не понял что ты имел ввиду Давайте ребята поиграйте немного Я угощаю Куда же пропала Ческа? Ты уверен что они разговаривали? Думаю что да Думаю да Не знаю Не знаю Этот херой еще тот тип На пленке Я заметил больше сотни различных гримас в то время Как мы задавали ему вопросы Он нахмурился У него стало сухо во рту И он ни разу не посмотрел нам в глаза Ни разу Когда мы его спрашивали Доктор Россос тоже мог нервничать Но это другое Что-то мне подсказывает Что он хороший человек Ну конечно Россос свинья Я устала от того что все отзываются о нем только положительно Продолжай Давай Я пришла к нему на прием из-за простуды А он меня Облапал Подожди-ка секунду Ты уверена в том что сейчас сказала? Я может быть и не все запоминаю в своей жизни Но этот момент не забуду никогда Я же выдала ему такую пощечину Прямо тогда Когда вошла его жена Теперь Когда Тереза меня видит Она сразу опускает глазки Добрый день Здравствуйте Мой муж еще не вернулся На самом деле мы хотели поговорить с вами Вы давно женаты, не так ли? Да 16 лет Вы храните все записи пациентов своего мужа? Да И Сиар Лосана и Аннабель Гальвис Они были у него? Нет Нет? Нет Не помню Я не помню Ладно, не помните Только не волнуйтесь Мы можем взглянуть на этот архив? Нет Мы можем об этом поговорить Только когда вернется Мигель Ваш муж присутствовал на празднике, не так ли? Да Конечно Вы все время были рядом с ним? Почему вы спрашиваете? Да Мы были вместе Как и все годы И спали тоже вместе? Да Только это был не сон Моя беременность Патрисии протекала намного сложнее, чем с Маркесом Вы понимаете? Меня тошнило всю ночь И муж все время был рядом Мигель Мне плохо Пойдем? Что такое, Карен? У меня все болит Да, конечно Пошли домой Дыши глубже О, нет Еще вопрос Расскажите о неподобающем поведении вашего мужа во время приемов Он приставал к одной женщине Но это было четыре года назад Синьора думала, что мой муж ее трогает Но он делал свою работу Она даже написала на него заявление Но через две недели его забрала Заявление? Да Но ее сын убедил, что она просто ошиблась Да не нервничайте вы так Все хорошо Ческа Ческа Ты в порядке? Упала? Все хорошо Ты уверена? Ческа, кто это сделал? Это был Херо? Да, он был здесь? Ты в порядке? Приходили полицейские. Опять? Они хотели поговорить со мной. С тобой? Патри сказала, что видела тебя ночью в комнате Люсии. Не говори ерунды, Тереза. Я просто заходил закрыть окно, которое билось из-за грозы. Ты что? Ты что-то сделал с этой девочкой, Мигель? Конечно же нет. Я тебе говорил, что больше такого не произойдет. Тереза, неужели ты не поняла? Тереза, я усвоил свой урок. Поверь мне, хорошо? Мне еще спрашивали, была ли Исиар у тебя на консультации восемь лет назад. И что ты сказала? Что сыта этим по горло. По горло. Чешка, привет. Мы только хотим тебе помочь. Если с тобой что-то сделали, ты должна об этом заявить. Мы не позволим никому на тобой издеваться. Ты хоть немножко нам поверь. Мерзавец. Сукин сын. Сукин сын. Что случилось? Обними меня. Мне нужно, чтобы меня обняли. Что случилось, детка? К чему такая срочность? Сейчас совсем немного туристов. Но во время сезона тут яблоку некуда упасть. Черт, сколько времени? Что случилось? Что? Забыл сказать, что собираешься пойти со мной за пивом? Я не иду на эту вечеринку. Как ты не идешь? Это день рождения Хима. Я потом перезвоню ему. Прекрасно. Делай, что хочешь. А я пойду. Вир. Верхинья. Верхинья. Вы встречаетесь? Уже полгода. Иногда она так ужасно себя ведет, что не хочется ее видеть. Тогда сходи на праздник. Не хочу, чтобы из-за меня вы расстались с Вир. И что ты будешь делать? Не знаю. Посмотрю телевизор. Как дела, ребята? Я хотел пригласить вашу дочь на вечеринку, если вы не против. Сходи. Теперь будет полезно провести время со сверстниками. Счастливо. Я скажу тебе одну вещь. Первый раз я с тобой соглашусь. Эти круассаны намного лучше. Конечно. Это все из-за воды. В ней больше извести. Вода? Причем тут вода? Причем? Так объяснил мне местный повар. Чушь ты не сяш. Впервые я с тобой согласился, но ты... Тормози. Тормози. И куда ты собрался? Стоять! Стоять! Замри на месте. Куда ты так спешишь? Что вам надо? Чтобы ты заткнулся. Если хочешь заявить на него, то сейчас самое время. Почему нет? Мне кажется, что вы зря потратили время. Ческа не хочет писать заявление. Ческа. Он ничего мне не сделал. Мы занимались любовью. Он случайно меня укусил в шею, но не хотел причинить боль. В таком случае я вынужден его отпустить. Она не стала заявлять. Конечно, я же вам говорил. Пока. Подожди-ка, не спеши. Макс. Надень на него браслеты. Руки назад. Какого хрена ты делаешь? Какие основания? Сопротивление при аресте. Ты долбанный ублюдок. По крайней мере, сегодня вечером мы будем вместе. Боско, у меня будут проблемы. Твою мать. Вы что, самые главные здесь? Хочется есть. Я принесу. Не надо, я сама схожу. Знаешь, я ничего не могу понять. Что произошло с Хиро? Ну да. А вот и я. Скучали? Ты пришел? Маркитос, я думал, ты про нас забыл. Послушай, у тебя телефон с собой? Да, что? Давай сфоткаемся. У нас нет ни одной фотографии. Есть будешь? Есть, говорю, будешь? Что там? Салат и булка. Хорошо. Спасибо. Твою мать, рюкзак. Четыре листа салата? Зато не умрешь от обжорства. Ты ужинал? Да. И что? Прекрасный рыбный суп. Ну, конечно. Иди-ка сюда. Ты наглый сволочь. Макс, отпусти его. Если ты снова хоть пальцем ее тронешь, клянусь, я тебя убью. Не смей приближаться к Ческе. Макс, все, пойдем. Пойдем. Ты помнишь, Валентина? Он работал в пекарне. Сейчас он в Пунта-Кане. Он вставал ежедневно в четыре утра и ложился в то же время, не забыв коктейль пинья-калада. У меня аллергия на ананас. Вот еще грязные стаканы. Спасибо, дорогая. Ты можешь идти. Почему ты так рано закрываешься? Это моя жизнь, Пикассо. Я подпишу тебе чек. Только поставь счет. Я не нуждаюсь в твоих деньгах. Я счастлива. Вот и все. Как дела, доктор? Что мы празднуем? Я хотел бы почитать в одиночестве. Она что-нибудь вспомнила? Я говорю о Руси. Ничего страшного. Рано или поздно она все вспомнит. Будете что-нибудь? Нет. Я говорю о Руси. Я говорю о Руси. Маркос Росос. Маркос, сынок. Я хочу поговорить с тобой и объяснить тебе все. Потому что только ты меня понимаешь, как никто другой. Мне очень жаль, сынок. Очень жаль. Очень жаль. Сынок. Мой отец, лучший друг Джиммер Куэя. Он тоже певец. Они вместе учились в колледже. В общем, выпивали. Мама, мама. Смотри, что я нашла. Мама. 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 Ты что-то ищешь? Твоя мама здесь? Она умерла. Что с тобой? Мужик, пойдем домой? Куда это ты? Я отведу ее домой, ей плохо. КОНЕЦ Да, будет лучше, если вы это увидите. Что случилось? Я подожду здесь, поторопитесь. КОНЕЦ Марко, сынок, я хочу поговорить с тобой и объяснить тебе все. Да, потому что только ты меня понимаешь, как никто другой. Мне очень жаль, сынок. Очень жаль. Жаль, сынок. Мы его везде искали, где только можно. Везде? Нет. Пока нет. Ладно, пойдем. Ладно, я не могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маркос, нет. Карла, останься с ним. Да, конечно. Карла, это Чема, ответь. Карла. Карла, это Чема, ответь. Карла, это Чема, ответься с ним. Карла, это Чема, ответься с ним. О, черт побери. Маркос! Маркос, остановись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой, Маркос! Стой! Маркос, пожалуйста, вернись в машину. Вернись в машину. Маркос. Маркос, Карла, мы уже говорили тебе остаться с ним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маркос! 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 Давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рэйс, уйди его. Маркос, пожалуйста, пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Где Мигель? Что произошло? В чем дело? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Мы нашли его поверженном в том же месте, где были найдены тела Аннабель и Исиар. Мы думаем, что угрызения совести за убитых девушек заставили его освести счет жизнью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда вы спросили про ту ночь, когда исчезли девочки, я вам солгала. Мигель, мне плохо. Пойдем домой. Нет. Мы пока не можем уйти, Тереза. Присядь, тебе сразу станет полегче. Мы с мужем вернулись с праздника порознь. Он пришел намного позже, где-то без пяти-девять, с царапиной на щеке. Как давно вы начали подозревать, что ваш муж и есть убийца? Когда узнали, что он домогался до своих пациенток? Это произошло позже. Я не знала, что здесь была связь. Зато вы четко знали и помнили, когда он пришел домой. Бошко! Да, это мне не приходило в голову. И что? А знаете, почему? Все это ради моих детей. Они этого не заслуживают. Не волнуйтесь. Хорошо. Никто не мог и подумать, что столь уважаемый и серьезный доктор мог убить девочек. Да, проходит несколько лет, и виновный сам вершит себе приговор. Я бы был не против, чтобы все дела разрешались таким способом. Верно, это было бы неплохо. Только стоит заподозрить определенного человека. Надеюсь, за это время я тоже был для вас полезен. Передай мне фотографии для отчета. Хорошо. Фу! Я не сходил в душ, мы провозились с этим всю ночь. Разве я что-то сказала? Немного пахнет. Да ладно. И что тут такого? Ну что, я думаю, что пора отпускать Хиро. Возьми. Нет. Не сейчас. Пусть пока посидит. И почему же? Давайте порассуждаем. Участие Рососа в преступлении бесспорно. Но, возможно, у него был сообщник. И алиби Хиро так и не подтвердились. Именно. Боско, не надо оправдываться. Просто признайся, что ты хочешь задержаться здесь, чтобы не жениться. КОНЕЦ Знаю, ты не хочешь разговаривать, но нужно попробовать. Все, что сейчас происходит, завтра, покажется сумасшествием. Со мной произошло то же самое. Как можно помочь себе в этом случае? Лучший способ? Мне думать об этом. Если бы я услышал звонок Люсия. Если бы я услышал, то отец был бы жив. Или нет. Ты думаешь, что можешь понять меня, но это не то же самое, что произошло с твоей мамой. Никто не думал про нее, что она убийца. Ты тоже так думаешь? Я не знаю. У меня голова разрывается. Не думай. Люсия, скажи. Ты видела, как мой отец убивает девочек? Я до сих пор не могу ничего вспомнить. Мне жаль. Спасибо. Что такое? Иди, куда шел, негодяй. Что я вам сделал, синьора? Только не надо нам говорить, что ты не знаешь. Доктора обвинили в убийстве девочек. А я при чем? Я ни в чем не виноват. Слава Богу, обошлось без камеры журналистов. Я всегда любил только правду. И очень благодарен вам, что вы раскрыли это дело быстро и бесшумно. Пикассо, ты же понимаешь, что дело практически раскрылось само собой. Для меня большой удар знать, что Россос был к этому причастен. Такого я даже представить себе не мог. Я с ним виделся прошлой ночью в баре. Вы говорили с ним? Нет, только поздоровался. Он был изрядно пьян. Набирался смелости, чтобы повеситься. Двадцатый массаж или уход за лицом бесплатно. Мы уже можем идти? Мы занимаемся продвижением спа в отеле. Пойдем, моя дорогая. До свидания. Сеньоры. Увидимся. Вики, работа по привлечению клиентов это гораздо больше, чем вручение своей визитки. Ты разве не видела, как я веду себя? Ты ничего не хочешь мне сказать? Ты всегда считал меня убийцей девочек, правда? И настроил весь город против меня. Ты должен публично извиниться. Кэп, ты смешон. Еще раз прикоснешься к моей дочери, я тебе голову оторву. И ты ударишь меня. Что происходит? Ничего. Правда, Кэп? Согласен? Вики, в машину. Карл, это разговор старых друзей. Ничего особенного. Интересно. Возможно, чтобы она прокрутилась восемь раз. Эй, ты. Кто-то должен прийти и принести мне завтрак. Не принесли? Нет. Обслуживающий персонал очень занят. Почему? Не знаю. Послушай. Ты знал доктора Россоса? Я не собираюсь отвечать на твои дурацкие вопросы. Ты знал его или нет? Ты знал, что доктор Россоса участвовал в убийстве девочек? Вчера ночью его нашли повешенным. Что ж, очень жаль. Также мы знаем, что он сделал это. Не один. Я не имею к этому никакого отношения. Зачем мне убивать и насиловать двух детей, если я могу переспать с любой женщиной? Из-за порочности? У всех у нас есть пороки, но заниматься этим с детьми. Мне кажется, что это может сделать только больной человек. Мне тоже так кажется. Эти люди сволочи. Ладно. Хорошо. Вытащи меня отсюда. Ты не хочешь остаться? Послушай меня. Я ничего не сделал. Дорогая, я тоже скучаю. Но я пока не знаю, когда вернусь. Полиция сказала, что может через несколько дней. Да. Хорошо. Привет. Да, да, да. Конечно, но пока непонятно. Нет, нет. Не в этом смысле. Просто пока никаких ответов нет. Что касается партнеров, ты не думай об этом. Да, тут хорошо в Испании. Ладно. Однажды, когда мы пошли на пляж, мама подарила мне подарок. Ожерелье и браслет. Я тоже это вспоминаю. Куда ты? Ты в порядке? Добрый день. Представляешь, масло закончилось. Меня зовут Люсия. Я... Мы знаем, кто ты. Я могу зайти к вам в дом? 've, время. Мы знаем, кто ты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Извините за беспорядок, я готовила еду. Не волнуйтесь. Вы можете остаться и поесть. Нет, спасибо большое. Что-то не так, дорогая? Тут есть кое-что для вас. Для меня? Для самой любимой мамы. Поздравляю. Аннабель. Это она сказала тебе, где спрятала подарок? Думаю, что да. Спасибо огромное, дочка. Скажи, как коллега коллеги, ты покончил с собой? Видимо, ответа от него нам ждать уже не придется. Вот две отметины от повешения. Мой коллега Россос в последний момент передумал. Видишь здесь? Царапины. Возможно, от ногтей. Он пытался снять ремень. Это отметина от ремня больше, чем это. Здесь на 8 миллиметров толще. Ниже хряща щитовидной железы. Макс? Доктор Россос не повесился. Его убили. Убийца взял его ремень и задушил беднягу. Это отметина параллельно плеч, типично для удушения. Он схватил доктора, перекинул его ремень через дерево и подвесил за голову. Осталось только ждать, когда он задохнется. Да, вот еще один след. Видите? Видите? Это очень правдоподобно. Жаль, что дождь стер все следы. Как коллега-коллеги. Скажи, кто тебя убил? Продолжение следует. Фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мне очень жаль, сынок Очень жаль Мы все подумали, что это послание перед самоубийством, его раскаяние Но не только он хотел поговорить со своим сыном, чтобы во всем признаться Ты думаешь, что он хотел в чем-то признаться? Я уверен, его сообщник узнал, что Россос хочет заговорить И тот убил его, разыграв самоубийство И сделал это прямо на месте нахождения трупов девочек, чтобы это выглядело как раскаяние Ничего себе поворот И кто же этот сообщник? Точно ни хера Он был в камере, когда убивали Россоса Теперь муж точно должны его освободить Выпускай его Вы меня отпустите или нет? Выходи Собственность Министерства Внутренних Дел Ну что, начальник Как насчет того, чтобы передо мной извиниться за вчерашнее? Ты не представляешь, какое я сделал тебе должание, закрыв здесь Правда? Да Что ж, тогда, как только я все это заберу, пойду куплю конфет, чтобы тебя поблагодарить Прекрасно Давай, поторопись Красотка, тебе не нужен презерватив? Может быть, засунешь его себе куда-нибудь подальше, что скажешь? Пошел ты Чема, покажи ему дорогу отсюда Хотя ты наверняка выучил ее наизусть Ты красотка Еще увидимся, береги себя Карла Я хотел бы с тобой поговорить Я слушаю Я хотел прояснить одну вещь Я ежедневно принимаю душ Просто сегодня был исключительный день, и ты знаешь почему? Понимаешь, просто я чувствую Что между нами развиваются Не только профессиональные отношения, но это не значит, что я несерьезно ко всему отношусь Ты понимаешь, о чем я? Так ты и не мылся, да? Я просто не успел И что будешь делать? Мы можем делать все, что ты захочешь, но сначала... Да, конечно Карла, прошу тебя, выслушай Подожди Что? Забудь Продолжаем Ты где был? Я тебе не скажу Все равно не поверишь Давай, разочаруй меня Карла набросилась на меня, и мы занялись любовью Что? Честно говоря, я неправильно выразился, мы классно потрахались Жесткий секс? Ты приковал ее наручниками? Нет, просто тут дело в другом Меня бесит, что она играет со мной Сегодня да Завтра нет Что ей от меня надо? Это не первый раз, когда я чувствую, что меня используют, и меня это бесит Но скажу тебе одну вещь Запах мужского пота выводит ее из равновесия Пожалуй, я вообще откажусь от душа Ты раньше не часто мылся Поехали Послушай, Патри, почему бы нам снова не проучить Августина? Нет, Тедди Ладно, нам надоел, маме нужен, правда? Да, ты ее знаешь? Ее зовут Пенелопе Мы сможем проучить твою подружку Нет Хуанхо говорит, не ссориться Привет, Патрисия Привет Поздоровайся с полицейскими Какой славный песик Его зовут Петэ Это уэйтерьер Привет, Петэ Как у тебя дела? Тереза, ты знаешь, что можешь попросить меня, о чем упомянуть? Я всегда приеду, если буду нужен Спасибо, Хуанхо Я на связи 24 часа в сутки Увидимся в воскресенье? Конечно, почему нет? Проходите Петэ, твоя игрушка Не знаю, насколько вам станет легче от того, что мы выяснили Но ваш муж и твой отец Не самоубийца Его убили Получается, что сообщение, которое он не оставил Мы проанализировали это сообщение И пришли к выводу, что это не прощальный звонок Он что-то хотел тебе сказать, прежде чем это обнародовать Наверное, хотел нам рассказать об этом первом Именно И кто-то убил его за то, что он не совершал? Я знал, что мой отец никогда такого не совершил бы Он, должно быть, видел убийцу девочек Вы должны его поймать Не волнуйся, парень Мы сделаем это Спасибо Спасибо Что такое, солнышко? Ты не рада меня видеть? Я рада, что тебя отпустили Благодаря тебе Ты же на меня не заявляла, не так ли? Я пришел, чтобы попросить прощения за вчерашнее Я сильно разозлился А ты знаешь, что не могу себя контролировать в таком состоянии Так что извини Принцесса Скажи, что ты меня простила Ты меня простила? Что ты здесь делаешь? Уже ухожу, мамочка Ева, все в порядке? Пошел вон отсюда Оставь Ческу в покое Уходи отсюда Он тебе что? Угрожал? Он пришел извиниться И ты ему поверила? Он казался искренним Ческа, сколько раз мне повторять, что от этого недоумка одни проблемы? Я до сих пор не могу понять, почему ты не заявила на него Как долго ты еще будешь его любить? Ева, любви давно уже нет Что-нибудь видите? Нет, нет Я уверен, что убийца притащил моего отца сюда Это самый короткий путь Не приближайся сюда, дочка Не надо Лусье Вернись Ты в порядке? Да Но сообщение он оставил раньше, чем пришел сюда, да? Да, конечно Думаю, что убийца все слышал и в конце концов решил убить папу Ну, вот, мы на месте Что дальше? Когда они пришли сюда Наверное, о чем-то говорили Потом он задушил отца и повесил его на этом суку Как далеко зашло проклятие До конца света Знаете, мне не очень приятно здесь находиться, почему бы нам не уйти? В чем дело? Ты считаешь, это пустой затеей? Маркес, честно говоря, да А если полиция что-то упустила? Они должны поймать этого ублюдка Это докажет, что мой отец ни в чем не виноват Маркес, мы не сомневаемся, что ты очень любил отца Поэтому ты можешь быть не совсем объективен в этой ситуации Ты что, с ума сошел? Хочешь сказать, что это его отец убил девочек? Вер, я просто говорю то, что думаю Порой люди совершают очень странные вещи Какие странные вещи? Маркес, успокойся Ну что ж, желаю вам всем удачи Хима, куда ты? Не уходи, пожалуйста Почему вы думаете, что это я убил доктора Россоса? Я угощусь? Да, конечно Но здесь запрещено курить Он говорит правду Он был на ярмарке в Монтеро Я дозвонилась до начальника общежития И тот подтвердил, что он ночевал там Еще и скандал устроил Мерзавец Да о каком скандале он там говорит? Ладно, Кэп, можешь идти Ладно, Кэп, можешь идти И это все? Вы не хотите всем рассказать о том, что я не причастен ни к убийству девочек, ни к Россосу? Успокойся Мы не можем так сразу Не можете? Не можете? Это дерьмо испортило всю мою жизнь Ты сам испортил себе жизнь Пойдем Расскажите об этом прессе Все узнают, что я не виновен Прямо сейчас Да, напишите в газету Конечно Чем и проводи его Я знаю дорогу Ева, что случилось? Хиро приходил, чтобы поговорить с Ческой Он ей что-то сделал? Она говорит, что нет Но я ей не верю Пока Ческа не заявит на него, мы ничего не сможем сделать Черт Я переживаю Я не знаю, что делать Ладно Извини меня Ева, подожди Ты не зря пришла Проходи Послушай Пикассо говорил, что вчера Россос заходил в бар И что мы празднуем? Будете что-нибудь? По правде говоря, он был очень пьяный Он был один Когда вошел, да Но он разговаривал с отцом Лусиэль С Алехандро? Да, с ним Я знаю, что должна переживать Из-за смерти Мигеля Но в то же время Я чувствую облегчение И если бы не ты Я не смогла бы жить все эти годы Я давал клятву, что моя главная цель Сделать тебя счастливой Думаю, что через несколько месяцев Мы сможем перестать скрываться Ты серьезно? Мы должны поговорить Обо всем этом Я бы хотела, чтобы мы говорили о нас А не о том, что мой муж – убийца Все, что ты захочешь Вы знаете, что Россос не повесился? Его убили? Да, знаю От своей дочери Ей сказал Маркас Мы знаем, что вы вчера встречались с ним Это была короткая встреча Он сел за мой столик Было видно, что он сильно пьян Гуси что-нибудь Вспомнила? Потом он встал И, думаю, пошел в туалет Ничего страшного Рано или поздно Она обо всем вспомнит Вы будете что-нибудь? Прошу прощения Вы говорили только об этом Больше ни о чем Нет, а что? Как давно вы знаете Россоса? Я его вообще не знаю Серьезно? Позавчера, когда мы пришли к Лусии Мы видели, как вы с ним разговаривали Вам просто показалось Что вы делали вчера вечером После разговора с доктором Россосом? Сидел в баре и читал книгу до самого поздна Понятно Должно быть, это самая интересная книга в мире Так? Послушайте, вы меня в чем-то обвиняете Я хотел бы узнать в чем Мы и так потратили много времени здесь Завтра мы возвращаемся в Мадрид Я сожалею, но это невозможно Привет Привет, Луфия Что происходит? Папа Ничего Спасибо в любом случае До свидания Здорово, пока 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 Результаты вскрытия убедительны Мой коллега доктор Россос был задушен Помимо разницы между отметинами в 8 миллиметров Я обнаружил геморрагические инфильтрации Можно найти на поясе отпечатки убийцы Если вы принесете мне ремень, я это сделаю У меня есть еще кое-что для вас Финальное заключение по вскрытию девочек Ты что-то нашел? Аннабель Гальвес ударили именно тем камнем, который вы обнаружили Теперь мы точно знаем, что, по крайней мере, было двое убийц Углы, колотых ран, черепа показали Что удары были нанесены двумя разными людьми Один из них был левша, а второй правша Россос был левшой Пазл начинает складываться Вам осталось найти правшу Количество подозреваемых сокращается до 88% населения города Так же лучше Хима! Маркос, вы же друзья, помирись с ним Пускай подходит Я с тобой Я могу на него повлиять Ты знал, что наши отцы знакомы? Понятия не имел Оставьте меня в покое Химу, давай, говори Ладно, Маркос, мне очень жаль Ты мой друг И если ты говоришь, что твой отец невиновен, значит он невиновен Пойдемте поплаваем Пойдем 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жизнь прекрасна! Хима! Ракель! Что случилось, Луси? Ракель! Ракель! На тебя когда-нибудь нападали? Какая-то странная, конечно же, нет. Но ты готова её излечить, если что, да? Сейчас я сам ей помогу. А-а-а! А-а-а! Что?! Ай! Ай! Давай, давай, давай! У-у-у! 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 Итак, Александр был валом мысли всего две недели. И я не думаю, что за столь короткое время люди могут подружиться. Он пошел в кафе. Я не думаю, что у него было время завязать столь крепкие отношения с доктором Россосом. Ладно, пойдем. Ты правда думаешь найти здесь ремень? Прошлой ночью он его не носил, ему было неудобно. Он все время подтягивал брюки. Да, я тоже это заметил. Но мне показалось, что это обычный рефлекс, например, когда хочется почесать своего дружка. Конечно, ты можешь потом проверить. Не думаю, что очень умно скрывать орудие убийства здесь. Но для нас это будет большое подспорье. Не знаю, без ордера на обыск это вряд ли сойдет как доказательство. Да, но зато мы будем знать, что он виновен. Ева, извините. Да. У вас есть пряжные полотенца? Не знаю. Возьмите одно из ванны. Черт возьми, прячься. Под кровать. Куда ты? Давай быстрее. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуй, дорогая. Не очень хорошо. У этих двух испанских копов Шило застряло в одном месте. Они не отпускают нас в Мадрид. Я очень скучаю по тебе. Секс по телефону, правда? Можно попробовать. С чего начать? Скажи мне что-нибудь грязное. Ух ты. Это сногсшибательная новость. Ладно, я понял. Да. Хорошо. Да. Ладно. Хорошо. У меня возникли неотложные дела. Я перезвоню. Пока. Дорогая, привет. Хочешь выпить? Нет. Нет? Нет. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы еще не успели спросить вас о старых друзьях вашего мужа. По правде говоря, Маркес, пожалуйста, оставь нас одних. Хватит меня оберегать. А может быть такое, что убийца не из города? Да, мы об этом думали. Он может жить как недалеко от города, так и просто быть отдыхающим. А с Алехандро, отцом Лусии, он встречался раньше? Нет, никогда. Вы думаете, что моего отца убил Алехандро? Мы никого не можем исключать. Здесь очень много информации. Можно воспользоваться ноутбуком? Конечно, им пользовался мой муж. И этим тоже. Да, пожалуйста. Спасибо. Ты уходишь? Я не должна была приходить. Но это было неплохо. Она здесь. Спасибо. У тебя есть закуритель? Может быть, что-нибудь покрепче? Я уже не увлекаюсь этой зрянью. Я попросила сигарету. Если долго не употреблять это, то можно кайфануть вдвойне. Давай, иди ко мне. Я помогу, как в старые добрые времена. Ну, ты и сволочь. Карло. Чем? Дай-ка посмотреть. Рейс, только не говори, что тебе не нравится, когда при возбуждении девушки просто светятся от счастья. А что, тебе нужно, чтобы они светились, как огни самолетов? Давай, продолжай. Хочу все о нем знать. Он проживает в США уже четыре года, несудимый синиисков. Ничего нет. Его даже ни разу не штрафовали. Примерный гражданин, который соблюдает все законы. Вы все можете брать с него пример. Ладно. Давай, пока. Я перезвоню. Ты сказал, давай, пока? Нет. Да. Я даже не заметил. Теперь можешь с Лилой бежать в доставку заказа цветов и готовить огромный букет. Да. Ладно, какие новости о Россосе? Никаких. И у меня. Я вообще не могу работать, у меня глаза закрываются. Принесу еще кофе. Тебе помочь? Нет, Рейс, и я тебе тоже принесу. Послушай. Сегодня вечером я совершенно свободен. Может быть, нам уединиться в другом месте? Ты серьезно? Ладно, выбирай место и отдыхай там один. Если ты мне понадобишься, я тебе свистну. Я кое-что нашел. Это мать Лисии, София Вальбуэна. Она была на приеме у Россоса в день, когда убили девочек. Он должен быть еще в Кабаньяс. Пойдем за ним. Твой отец здесь? Да. А что? Что произошло? Что? Что ты сделал с моим отцом? Ничего. Ничего? Тогда почему полиция подозревает тебя? Я не знаю. Маркос, успокойся. Не трогай меня, Маркос. Маркос, остановись. Ты не говоришь правду, потому что это ты его убил. Что ты скрываешь? Маркос, ты ошибаешься. Маркос! Отвечай, ты убил моего отца. Ты убил. Говори. Так, что здесь происходит? Маркос, ты его убил. Так, тихо, Маркос. Все, успокойся. Тихо. Он убийца, он врет. Маркос, пойдем. Он убийца, он врет. Маркос, все, успокойся, иди. Да, я знал доктора Россоса. Но могу вас заверить, что мы не были друзьями. Тогда расскажите нам, почему. Думаю, что вы не осознаете серьезность вашего положения. Вам придется очень постараться, чтобы опровергнуть свою причастность к убийству Россоса и девочек. Хорошо. Я не рассказывал об этом только потому, чтобы не навредить своей дочери. Это имеет отношение к ее матери, к Софии. Да. Наш брак стал рушиться. Алехандро, я должна поговорить с тобой. Послушай, я уже... не чувствую себя счастливой. Я все еще люблю тебя. Я запуталась. Вчера произошло то, что заставило меня задуматься. Мне кажется, я нуждаюсь в антидепрессантах. Не волнуйся, я сделаю все, чтобы ты расслабилась. Садись, расправь плечи, пожалуйста. Твой муж давно не относится к тебе так, как ты этого заслуживаешь. Впервые за долгие годы я почувствовала себя желанной. Извини, ты меня не так понял. Нет, нет. Да, я его ударил. Той ночью на празднике я нашел Рососа. Я был взбешен и ударил его. Я был на той вечеринке, и не могу вспомнить никакой драки. Все произошло очень быстро. Свидетелей было мало. Да. Но как мы можем вам поверить, Алехандро? Ни доктор Росос, ни София уже не могут подтвердить вашу историю. Да. Но жена доктора сможет. Она была свидетелем происходящего. Патри, завтра похороны папы, и я подумала, тебе бы лучше побыть с Самантой. Хорошо. Послушай, дочка, наверное, ты слышал эти ужасные истории, которые говорят о папе, но ты никому не верь. Он был хорошим человеком и любил тебя и твоего брата. Это самое главное. Я поняла. Добрый день. Извините, дверь была открыта. Здравствуйте. Мы хотели бы поговорить с вами буквально несколько минут. Хорошо. Да. Маркос, отведи Патри в ее комнату. Пойдем. Петер, за мной. Петер. Я уверена, что Пенелопа ревнует. Конечно, с тех пор, как мама подарила тебе Петер. Смотри, это Пенелопа. Поцелуй ее. Патрисия. Папа не сделал ничего плохого. Петер, смотри. Пенелопа может менять цвет глаз. У нее их четыре. Почему мне все врут? Я тебе не лгал. Петер, тебя нужно помыть. Ты превратился из белого пса в черного. Альхандр сообщил нам, что в день праздника между ним и вашим мужем произошел серьезный разговор. Это так? Да. Я еще не знала, но думаю, что легко предположить, что муж воспользовался Софией на своей консультации. В ту ночь он уже выпил пару стаканов. Мигель, мне плохо. Пойдем домой. Нет, мы не можем сейчас уйти. Тореза, посиди немного. Тебе станет лучше. Я была беременна, мне было дурно в ту ночь. Я его просила пойти домой, но он отказал. А потом ушел. Он был там с Софией. И пытался ее поцеловать. Матери Люсии и отца был Роман? Возможно, сынок. И когда ваш муж пытался поцеловать Софию, где был Альхандро? Он появился из ниоткуда. Оставь мою жену в покое, скотина! Альхандро, успокойся! Стой! Пойдем. Давай, расскажи своей жене, что делал с моей. Давай, говори! Пойдем, успокойся. Альхандро, пойдем. Мне очень жаль. Что ж, все это доказывает, что Альхандро не причастен к убийству девочек. Кто же убил моего отца? Мы пока не знаем, Маркос. Но мы будем работать дальше и поймаем убийцу. Обязательно. Вы правда думаете, что мой папа убил доктора Россоса? Нет, не переживай. Он хочет с тобой поговорить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Адаптироваться к новой жизни в Нью-Йорке Люсии будет непросто. Другой город, язык, семья. Думаю, что смена обстановки пойдет ей на пользу. Альхандро, завтра я возвращаюсь в Мадрид, но Макс будет продолжать заниматься этим делом. Хорошо. Учитывая, какое это загадочное дело, позвоните мне, если Люсия вспомнит о событиях восьмилетней давности. Да, конечно. Нет, не стоит. Альхандро, спасибо и хорошей поездки. И вам спасибо за все. Удачного полета. Спасибо. Ладно, я пойду. Кажется, что кто-то хочет с тобой попрощаться. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты уйдешь? И ничего мне не скажешь? Ты собрался уйти, не заплатив? Я собирался рассказать обо всем на завтраке. Он же еще включен в стоимость? Не знаю, не знаю. Мне нужно решить свои дела в Мадриде, в особенности пожениться. Когда ты женишься? Послезавтра. Нервничаешь? Немного. Это большой шаг в жизни. Построение семьи. Ты давно ее знаешь? Да, почти. Почти год. Не будь столь импульсивен. Нет. Почему? Ангела любит меня и понимает. Она тоже работает в полиции. А ты уверен в своем решении? Почему я разговариваю об этом с тобой? Мы едва знакомы. Я всегда близко общаюсь со своими клиентами. И всегда раздеваешься перед ними. Я очень добрая, а химчистка не работает. Большое спасибо. Не за что. Дель Торо, подожди. Подожди секунду. В Кабаниас очень плохая связь. Подожди секунду. У меня очень хорошая новость для радара. Радар. Он здесь. Я решил остаться, чтобы закрыть это дело. Ты уверен, что хорошо подумал? Да. Я уверен. Для расследования это плюс? Это плюс для всех. Вчера вечером мы потеряли единственного подозреваемого, поэтому я должен остаться. Я смотрю, ты по-прежнему здесь. Что ты здесь делаешь? Где твоя подружка Ева? Позови Ангелу. Ангела. Боско. Ты собираешься продолжить расследование? Кто тебе это сказал? У радара все на лице написано. Дорогая, пойми, дело не закрыто. У единственного подозреваемого появилось алиби. Нам придется перенести дату свадьбы. Дорогая, пойми, дело не закрыто. Да, конечно. Ты в порядке? Да. Я знала, что так будет. Да. Ты знаешь, когда я увлекаюсь делом, меня сложно остановить. Ладно, когда вернешься, мы назначим новую дату, хорошо? Конечно. Конечно. Ангела, я тебя очень люблю. И я тебя. Ты не устал от своей камеры? Ты очень хорошо выглядишь в кадре. Ты тоже. Как она приняла это? Как ты хочешь, чтобы она это принимала? Выключай. Сколько времени у тебя не было? Где-то около недели. Больше, чем ты ожидал. Это было самое худшее в моей жизни. Я понял, что ты хотел для меня только лучшего. Я мог засыпать только тогда, когда начинал думать о тебе. Ладно, не начинай. Что ты хочешь? Чтобы все стало как прежде, как до тюрьмы. Все было, конечно, гораздо раньше. Что ты хочешь? Я снова думал о детях. Хотел бы с ними играть. Я клянусь, Ева, что изменился. Я стал другим. Мне кое-что нужно, чтобы начать все заново. Сколько? Мне нужно купить аккумулятор, два усилителя. Сколько? Сколько сможешь. Я клянусь, что все верну тебе, когда смогу и оставлю в покое. Продай мотоцикл. Ева, ты в своем уме? Мотоциклы не дарят и не продаются. Не продаются. Именно. Ладно. Несмотря на то, что мы виделись с детьми, мы все равно встретились вновь. Жаль только, что так кратковременно. Но я обещаю, как только вернусь в Испанию, я сюда приеду. Я буду скучать. Я тоже. Простите меня за вчерашнее. Я был не в себе. Надеюсь, что скоро все прояснится. Когда приедешь в Мадрид, напиши мне. Мадрид, напиши мне. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ КОНЕЦ Только не это. КОНЕЦ Анна, не приближайтесь. КОНЕЦ Мы собрались здесь, чтобы попрощаться с Анной Исабель или, как все мы ее знали, Аннабель. В течение долгого времени мы плакали, надеясь когда-нибудь увидеть ее живой. А кто обо мне поплачет? КОНЕЦ Вы все испортили мне жизнь и превратили в ужасного монстра. И знаете, что я собираюсь сделать? Я изнасилую и убью всех девушек города. И тебя, потому что твой отец подонок и думает только о деньгах. Достаточно, Кэп. И тебя тоже, и тебя. Если бы у тебя была дочь, я бы изнасиловал ее сотню раз. Сотню раз. Заткнись. Замолчи. Замолчи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогая, просыпайся. Мы почти в Мадриде. Замолчи. 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 Дочка. Какой ты стала взрослой? Ты не звонила мне очень долго. Дочка, не волнуйся Мы не поедем в отель Только заберем все то, что тебе надо взять с собой в Нью-Йорк Ты видела мои рисунки? Привет, Мартин Привет Привет У вас есть свечи? Конечно Спасибо Как тебе эти? Супер Еще это, пожалуйста Спасибо До свидания Привет, Лусия Я был очень рад познакомиться Надеюсь, увидимся очень скоро Желаю тебе удачи в Нью-Йорке Пожалуйста, не забывай про меня Маркас Ты закончила? Взяла все необходимое? Да Как ты смотришь на то, если я скажу хозяину, что он может распоряжаться квартирой, когда захочет? Хорошо Я хочу забыть об этом месте Позвание французы Позвание французы в такси, а я пока заберу остальное. Хима? Хима? Ты где? Ты хочешь меня напугать? Хима, ты что-то забрала, правда? И теперь ты хочешь меня напугать. Да, улица Барбасит. Хорошо, улица Барбасит. А какой дом? 22. Как долго будет длиться проклятие? Что? Тима? 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 Не, не, не. До конца света. Ракель. Ракель. Поспокойся, дочка. Что с тобой? Что? Скажи. Её убивают. Убивают. Кого? Это... Кого? Это происходит вновь и вновь, папа. Её убивают. Её убивают. Продолжение следует. Фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж». Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Кулакова Н.Агорова Корректор А.Кулакова КАРЛОС ФРАНСИНО КОМПОЗИТОР ДАНИЕЛЬ САНЧЕЗ ДЕЛА ЭРО Авторы сценария Мануэль Вальдивия, Чус Валеха, Сезар Видаль Джилл, Карри Фернандес. Авторы идеи Чус Валеху. Режиссер Фабло Баррера. Алый мыс. Пятая серия «Лес». Дорогая, как ты? Уверена? Мне очень жаль. Завтра был бы самый важный день в нашей жизни, а ты до сих пор одна. Почему ты молчишь? Я забыла отменить цветы. Не волнуйся, ты и так сделала многое. Просто это будет стоить немного дороже. Вдвое больше, чем ты представляешь. Ты в порядке? Да. Не волнуйся. Хорошо. Целую. До завтра. Да-да, я знаю, кто это. Ее зовут Ракель, это подруга сына доктора Россоса. Скажи, почему вы так беспокоитесь? У Леси было плохое предчувствие насчет этой девушки. Минуту. Макс, у меня было ощущение, что с Ракель происходит что-то ужасное. Ну, когда? Сейчас? Да, вечером. Макс, я не прошу поверить мне. Проверь. Хорошо, не волнуйся. Мы проверим. Отдыхай, не нервничай, хорошо? Позвоните мне, когда выясните, как она. Спокойной ночи, Луфея. Приготовь нам ужин. Мы уходим через 10 минут. Здравствуйте. Добрый вечер. Ракель дома? Нет, она еще не пришла. В чем дело? Что-то случилось? Нет, нет. Просто мы хотели с ней поговорить. Проходите. Кармен, ты знаешь, где Ракель? Нет. Добрый вечер. Привет. Что-то случилось? Нет, нет. О чем вы хотели с ней поговорить? Неважно. У нас появилась информация. Вы можете ей позвонить? Да. Спасибо. 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 Как странно. Она не отвечает? Простите. Вы знаете, где она может быть? Спросите Химо. Он сын мэра. Он всегда бегает за ней. Ничего. Не волнуйтесь. Мы пойдем. Подождите. Я пойду с вами. Нет, нет. Это совершенно не нужно. Подождите. Я с вами. Ладно. До свидания. До свидания. Эй, Начо. Руди. Кто к нам идет? Как всегда опаздывает. Но все-таки он здесь. Это не игрушки. А вот и ваш друг, Киро. Не надо бежать. Ты опоздал на 20 минут. Давай. Дай мне это. Как все прошло? Хорошо. Хотя он немного поднял цену. Как ты думаешь, сколько тебе понадобится времени? Дай мне три или четыре дня. Ладно, будь с этим осторожен. Шухер, копы, бегите. Стоять. Гражданская гвардия. Стоять. 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 Всё, нам конец. Мы трупы. Я иду с тобой. Успокойся. Успокойся. Мы подождём здесь. Проходи. Химусынок, полицейский хочет с тобой поговорить. Конечно. Сядь нормально, пожалуйста. Мы ищем Ракель. Ты знаешь, где она? Нет. Ты с ней разговаривал? Виделся? Да, мы виделись на похоронах Аннабель. Потом она звонила мне пару раз. Эта девочка мне не нравится. Я тебе говорила об этом. Откуда она тебе звонила? Она мне об этом не сказала. Маргарита, вы не могли бы оставить нас двоих? Да, конечно. Большое спасибо. Послушай, я расскажу тебе одну вещь. Я очень хорошо запоминаю лица и думаю, что это ты брал у Херо наркотики, когда мы его поймали. Это был ты. Я прав? Если ты не скажешь, что знаешь про Ракель, то у мэра скоро начнёт снижаться рейтинг. Я прошу тебя, только не рассказывай моей матери. Мне наплевать, что ты принимаешь эту дрянь. Единственное, что мне нужно, это узнать, где находится Ракель. Мы поняли друг друга. Ладно. Вы договорились, Покин, развалины, довольно уединённое место. Выпить немного и так далее. Я слушаю. Рейс, это Боско. Мы не можем найти Ракель, дочь Сибаса. Продолжаем поиски. Вот дерьмо. У меня тоже тут кое-что есть. Мы нашли более чем килограмм... Героина. На пляже. Ладно, мы направляемся к развалинам. Может, она там. Закончу здесь, поеду туда. Поздравляю с находкой. Спасибо. Это здесь. Макс. Макс. Ну что, именно здесь вы отдыхаете? Да ладно. Мы выпиваем по пиву. Вот и всё. Привет, Сибас. Здравствуйте, Рейс. Ракель! Ракель! Быстро ты приехал. Я распорядился закончить без меня. Сибас. Позвони ей ещё раз. Не клади трубку, Сибас. Всё, можешь выключить. Макс. Макс. Последние два пропущенных вызывают тебя. Ты от нас что-то скрываешь? Мне нечего скрывать. Да, она мне звонила, но я решил не приходить. Ты слышал, что говорила моя мама? Это что, кровь? Карла. Сибас. 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 Кто-то пытался бежать в этом направлении. Сибас. Да. Как была одета твоя дочь? Я не знаю. Зелёная блузка и синие брюки. Думаю, она убежала дальше в лес. Туда. Плохая идея. Кэп знает лес лучше, чем кто-либо другой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Себас, хочешь что-нибудь сказать? Хочу сказать всем большое спасибо. Многие из вас должны сегодня быть на работе или с вашими семьями. Но вы здесь. Пожалуйста. Найдите ее, живой и невредимой. Довольно разговоров. Каждый из вас знает, что ему делать. Вряд ли она уже жива. Прошло 10 часов. Потом она ранена. Ракель! 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 Послушай, Хима. Ракель! Почему ты нам сказал, что кинул вчера Ракель? Просто я не хотел никуда выходить. Я не поверю, что ты сам решился упустить шанс остаться с Ракель наедине. Ты знаешь, что она мне нравится. Просто она все время смеется надо мной. И мне это надоело. Ракель! 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 Шеф, Кэп Сибола не появлялся. Прием. Прием. Оставайся на месте до новых распоряжений. Хима, если Кэп появится, телефонируй немедленно. Если он уйдет, проследи за ним, но не мешай. Как понял. Прием. Что? Говорите прием, когда заканчиваете разговор. Я слышу только одни шумы. Прием. Твою мать. Конец связи. Мартин, что вы здесь делаете? Я должен помочь. Я в долгу перед Сибасом. Он был с нами, когда пропала моя Анабель. Это будет непросто. Я понимаю. Кроме того, я должен кое-что сказать. Вчера Ракель заходила ко мне в магазин. Во сколько? Около девяти вечера. На чеке должно быть точное время. Она была одна? Да. И снаружи ее никто не ждал? Вроде нет. Может, вы заметили, что она нервничает или что-то ее тревожит? Нет, она выглядела как обычно. Она купила свечи и шоколадки. Эти подойдут? И купила она только свечи и шоколадки. Да, хотя мне неприятно говорить в текущих обстоятельствах, но думаю, что она украла бутылку виски. До свидания. Не думала тебя встретить. Но я здесь. Все хорошо? Да, я уезжаю. Уезжаешь? Да. Ну, подожди. Подожди. Хватит. Я уезжаю в Мадрид. По делам. Ты надолго? Я не знаю. Ты знаешь, что я не люблю загадывать. Ты без вещей. Полиция поставила посты на шоссе из-за пропавшей девочки. Кто пропал? Ракель, дочка Себаса. Ракель? Не помню такую. Полагают, что Кэп Себола напал на нее прошлой ночью. Он угрожал ей на похоронах. Черт побери. Прочесали район старого убежища. Ничего. Направляйтесь дальше, к фонтану. Понял. Не может быть, что я потерял зажигалку. И что ты будешь делать без своего амулета? Держи. На. Ты же не куришь. Но есть много женщин, которые курят. Зачем ты мне звонишь? Разве не знаешь, что я работаю? Нет, сейчас я не могу с тобой увидеться. Это курит? Как сапожник. Макс. Люси, ни слова. Я же не дурак. Понимаю, это может поставить под угрозу дела. На всякий случай. Привет, Люси. Привет. Я хочу помочь, хотя я не знаю как. Что ты почувствовала, Люси? Я чувствовала, как Ракель получает удар. Из носа потекла кровь. Потом она побежала. Кто-то ее догонял. Потом она получила еще один удар по голове. Было много крови. Очень много. Кровь из носа совпадает с той, которую мы обнаружили возле телефона. Ты видела преступника, Люси? Это были обрывки. Из событий. Она была крайне перепугана. Как будто ей не хватало воздуха. Ты видела место, где это произошло? Я видела только Ракель. Остальное, как большое пятно. Хорошо. Давай мы прогуляемся по лесу. Может, ты вспомнишь что-нибудь. Договорились? Да. Что она здесь делает? Макс настоял на ее приезде. Все-таки она обнаружила, она была ИСиар. Продолжаем. Хосе Франсиско Монтес, или как его зовут Кэп, нигде не появлялся. Вы поставили блокпосты на шоссе? Так точно. Поезда, автобусы. Да, конечно. Отлично. Молодцы. Пока безрезультатно. Скорее всего, этот тип еще в городе. Мы следим за его домом 24 часа в сутки. Но он так и не появился. У него больше ничего нет. Ни счета в банке, ни телефона. Спасибо. В общем, история продолжается. Ангела. Я перезвоню. Не смотри так. Мы тоже хотим помочь. Мы привезли воду и бутерброды. Давайте я вам помогу. Ты же должен был сегодня пожениться. А ты работаешь. Да, лучше не напоминай. Да, это очень любопытно. Что? Жениться сегодня? Да, сейчас это кажется невероятным. Но ничего, мы все исправим. Не верю. Ты уже был женат? Нет, я вдовец. Уже четыре года. Извини, я не знала. Да ладно. Забудь. То, что ты нам рассказала, совпадает с нашими находками. Первое – это место, где Ракель ударили. Второе – кусок одежды на дереве, указывает, что она побежала в ту часть леса. У нас есть несколько поисковых групп, но пока не было найдено никаких следов. Ты думаешь, я смогу ее найти? По крайней мере, вчера ты чувствовала, как на Ракель напали. Я это видела. Но не знаю, смогу ли я еще быть полезна. Смогу ли я что-нибудь еще увидеть? Россия, я не хочу, чтобы ты в себя не верила. Если ты потеряешь веру, мы пропали. Пожалуйста, не нервничай. Мы же просто гуляем, верно? Да? Хорошо. Продолжим. Боже мой, ты меня испугал. Нам сказали искать Ракель в этой части леса. Какие-нибудь новости? Нет, мы продолжаем поиски. Пойдем. Ракель! 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 Ты что-то увидел? Ракель! 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 Что ты здесь делаешь? Ракель! Ты что-то узнала о Ракель? Еще нет. Ты что-то вспомнила? Извините, но мы должны идти дальше. Пошли. Пока, ребята. Пока. 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 Ракель! 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 Зайди в пещеру, дорогая! 30-02. Мы можем зайти в пещеру, где я видела, как убивали девочек. Как далеко это зашло До конца света 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 Макс, посвети здесь Пожалуйста Какие-то вещи Ракель Когда мы с детьми играли здесь, мы нашли клад Это был Маркас Мама, мама Смотри, что я нашла Давай посмотрим Что-нибудь известно, Ракель? Ничего Уже прошло 12 часов Не хочу Спасибо Ракель Как прогулялись, дочка? Думала, что я что-то увижу Но в итоге ничего Но я нашла это Мы спрятали эту коробку с Маркасом Когда были детьми Ракель Это ожерелье мне подарила мама Приятные воспоминания Ракель Ракель Кто здесь? Хочешь сэндвич? Есть с ветчиной? Да Спасибо Спасибо, Русия Спасибо 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 Что такое? Врача Ее убивают Кого? 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 Все в порядке Теперь выпей воды Кого? Как это? Кого? Я никогда не видела. Ты можешь ее описать? У нее темные волосы. Одета во все черное. Проколота губа. Вот здесь. Одета во все черное? Кажется, да. Это дочка Пикассо. Вики, Вики, кто-нибудь видел Вики? Где она? Она была здесь. Как это здесь? Где? Она была рядом. Ева, где Вики? Не знаю, я видела ее полчаса назад. Что случилось? Дочка Пикассо. Ракель! 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 Рейс, какие-то новости? Пока нет. Вики с тобой? Нет. Она все рвалась по мощной, я сказал ей ехать домой. Что-то не так? Она не выполнила твои просьбы и осталась здесь, помогать сэндвичами. Дело в том, что мы потеряли ее из виду. Боже мой, какая жена упрямая. Я тебе перезвоню. Плохие новости? Моя дочь Вики, никто не знает, где она. Еще и на звонки не отвечает. Берта, алло, эта девочка с тобой? Ракель! 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 Она здесь! Где? Здесь! Ракель! Ракель! Себас, не трогайте! Это не Ракель. Маркос! Это дочка Пикассо. Моркос! Моркос! Бедная девочка. Ее изнасиловали? По гематомам на шее и цвету лица, скорее всего, ее задушили. Чувствуете запах алкоголя? Виски. Люсия! Люсия! Я хотел бы прояснить одну вещь. Ты нам говорила, что девочек, которых убили 8 лет назад, изнасиловали и задушили. Да. Хорошо. Их заставляли бить. И когда ты увидела Вики, ее тоже заставляли пить. Да. Бедняга не могла проглотить. Она задыхалась. Ты хотела помочь? Ты уже и так много сделала. Пойдем. Пикассо, нет! Не давайте ему приблизиться. Пропустите меня. Нет. Нет. Нет, ублюдок. Пикассо, нет. Пропустите. Пикассо, нет. ПОДПИШИСЬ! НО! ИХАБУТА! ИХАБУТА! Ладно, у нас и так уже много фотографий. Закрывай. Не расслабляться. Мы должны найти ракелью. Но я хочу, чтобы все девушки, которые находятся в лесу, были не одни и вернулись в город с мужчиной. И никому не покидать дома, пока мы не поймаем Кэпа Сиболью. Конец связи. Я поверить не могу, что ты отзываешь поиск моей дочери. Послушай, Сибас. Кэп находится в лесу, он убил эту девочку. Я не хочу, чтобы пострадали другие. Тогда вызови подкрепление. Ты думал, я не пытался? Это все. Больше никого нет. Мы запрашивали поисковых собак, но нам не подтвердили, что их привезут. Не ври мне, Рейс. Ты не собираешь больше людей только потому, что не ожидаешь найти ее живой. Сибас, ты должен быть готов. Готов. По всему. Я не думаю, что это работа Кэпа. Боска, не сходи с ума. Вчера он угрожал всем девушкам города. Когда Люсия нам рассказала... Извини, теперь ты говоришь о Люсии, когда тебе это стало интересно? Когда Люсия нам сказала, что Эсиар заставляли пить, мы пропустили это мимо ушей. Вики тоже заставили пить виски. К тому же, ее душили во время изнасилования. И что ты хочешь сказать, что это тот самый убийца восьмилетней давности? Он же и убил Вики. Точно, эти смерти явно связаны, и Кэп не смог бы их совершить. Ладно, давай посмотрим и подумаем. У меня в голове ничего не укладывается. Давай подумаем. Мы говорили, что у Россоса был сообщник. Хорошо, и что дальше? Моя теория такова. Именно доктор Россос нанес удары Аннабель. А его сообщник задушил ее и изнасиловал, и заставил другую девочку Эсиар пить алкоголь. Так, и сообщник доктора Россоса узнал, что тот хочет во всем признаться, и убрал его. Кэп не мог это сделать, потому что у него было алиби. Он был на празднике, как он там называл, потому что сообщник Россоса убивал Вики тем же способом, как и восемь лет назад. Тем же способом, потому что об этом нам сказал Люсия? Да, а ты ей не верил. Одну секунду. Я первый, кто поверил, что у девочки есть экстрасенсорные способности. Мы все слышали, что кричал Кэп на похоронах. Ты что, забыл? Я изнасилую всех девушек города. А тебя потому... Потому что твой отец гнилой и думает только о деньгах. И тебя тоже. Замолчи. Я уверен, что это... Его рук дело. Тима вызывает рейтинг. Рейса Чема вызывает рейса. Прием. Что такое, Чема? Кэп Соболио только что появился. Прием. Отлично, Чема. Не нервничай. Наблюдай за ним. Мы скоро будем. Вот он. Прием. Что случилось? Видимо, он обнаружил, что его плантация уничтожена. Поторопитесь. Не двигаться. Стоять на месте. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ну вот, ты и попался. Ублюдок. На землю, скотина. Я уверен, что это ты испортил мои растения, сволочь. Заткнись, Кэп. Как ты догадался? А ты не такой дурак, как кажется. Поднимайся, Кэп. Только очень медленно. Поднимайся. В чем на этот раз вы меня обвиняете? Нет, все-таки ты дурак. Никаких следов, Ракель, в фургоне. Ладно. Идем, дружище. Вперед. Мы найдем ее живой, Воска. Пойдем. Ракель. 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 Ракель! Ракель! Я здесь! Ракель! 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 Папа! Продолжение следует Фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...